вот все ребята которые учились здесь в академии выпускники кто попал в нхл потом уточню кто один из новичков в первой же игре нхл забросил 33 очка я думаю не нужно объяснять что это за показатель какого уровня баскетбол здесь конечно же доминирует над другими видами спорта огромная школа вот наш друг я там и здесь montverde academy будем посмотреть как тренируется больше 500 разных спортсменов разных школе здесь учится 1350 человек начиная от начальной школы средней школы и высокой high school high school стоит чтобы вы понимали здесь обучение 17 тысяч долларов а если вы хотите еще проживать здесь то нужно будет платить 54 тысячи долларов но это того стоит очень сложно здесь программа родители все довольны что самое главное ваш ребенок здесь может учиться прям на одной локации с первых дней обучения вот площадка сама с первого этажа не за не тренирует баскетбол рано утром перед тем что люди идут в школу и после школы и после школы еще а группу без мест 7 разных команд по баскетболу здесь огромная территория потом попробую вам показать ее на карте питание входит в обучение все входит в обучение проживание безопасность очень много специалистов работают здесь друзья беру Егор сделаем тур чтобы вы познакомились с Монт Верди Академией привет друзья сегодня необычное видео я сниму для вас американскую школу но не простую школу эта школа входит в топ-5 флоридских школ вообще по рейтингу ну на мой взгляд круче вообще на самом деле сложно найти чтобы вы понимали здесь учатся люди дети из девяносто одной страны мира можете себе представить это частная школа но у нее нет владельца как это ни странно звучит есть люди которые поддерживают эту школу и все-таки есть энтузиасты основная задача поставлена не накопление прибыли каждый год школа развивается и это видно это видно по самой школе учителям по тем результатам которые показывает эта школа что интересно к примеру для россиян для украинцев для белорусов вообще для выходцев из соцлагеря да из любой другой страны кто увидит этот ролик любой в принципе ребенок может попасть в эту школу учиться бесплатно либо за меньшую сумму почему потому что школа повторяю не ставит перед собой задачи прибыли в первую очередь и что интересно друзья для того чтобы попасть в эту школу а школа со спортивным уклоном здесь как минимум 50 процентов детей занимаются спортом причем профессионально на серьезном уровне очень многие выходцы ученики этой школы играют национальных лигах америки получая баснословные гонорары что нужно нужно естественно подать заявку и показать интерес показать желание ребенка развиваться учиться в этой школе и возможно именно вы получите шанс учиться в этой школе точнее ваш ребенок сколько стоит обучение в данной школе обучение стоит 17 тысяч долларов в год но если ребенок живет здесь учиться питается целиком и полностью проводит все свое время в школе то стоит это 54 тысячи долларов в год вот вкратце если рассказывать о данной школе находится она как вы видите в прекраснейшем месте я живу в орландо так вот от орландо от universal парка 40 минут будет до этой школы 17 тысяч долларов обучения для high school естественно для элемента рискулы для middle school то есть для начальной школы и для среднего класса это подешевле будет чем обучение в high school надеюсь вам ролик понравится сейчас расскажу вам покажу как и что происходит немножечко в самой школе я честно говоря был очень впечатлен и не знаю теперь какую страну называть социализмом капитализмом коммунизмом какая страна буржуазная выводы делайте сами и что удивительно америка вот буржуйская страна нас даже бесплатно покормили кафетерия 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 как нам денег не взяли кофе столовая столовая да это столовая и они где спортсмены не съедают позднее практик я вот мы поели добрые степан тоже добрый отпустили его на два часа раньше с работы познакомились тоже вот с другом стефана здесь в школе тоже с бразильцами о чудо тоже люди говорят на русском я не говорю на английском поэтому приходится жизни подкидывать мне людей кто говорит на русском как зовут? Гильермо Гильермо здесь уже 7 лет да я так понял или нет? Я в Флориде уже 8 лет 8 лет а я в школе здесь в Монбиле Академии год с половиной жена у тебя тоже занимается плаванием профессионально от Колумбии выступала на английских играх да? спортивная семья родился недавно ребенок поздравляем тоже надеюсь спортсмен будет ну наверное будет ну она тоже она тоже была спортсменка а сейчас тренером работает у нас бывших спортсменов не бывает говорят на русском да но она хочет еще выступать она сейчас ну занимается сыном подготовкой но она сейчас начинается и попробуем посмотрим как будет ну а ты давно в Америке живешь? да я приехал сюда в 2011 году и да вот уже почти 8 лет тоже уже гражданин Америки да? нет я еще не гражданин еще не гражданин у меня жительство здесь а через несколько через три года может быть сложно получить а ты гражданин Стефан? у меня уже было если я хотел я просто не делал а почему? я просто занят наверное формулирую много документов но в этом году сделаю сделаешь да? уже гринкар уже 6,5 лет а то Трамп сейчас еще больше раз нет нет после гринкарда нет без проблем но все равно люди конечно гражданин но просто документов очень много каждый раз который ты улетаешь от страны от штата ты должен писать когда уехал когда уехал сколько дней если ты гражданин? нет нет пока чтобы получить гражданство это вообще ужас и меня с женой и надо все туда-сюда и ты очень много путешествую да много путешествую поэтому каждый день который ты бываешь вне США должен там отчитываться отчитываться да? ну куда деваться? ну сделаем ты путешествуешь в основном по со семинарами да? с семинарами да с семинарами много и в Бразилии на отпуск кстати Эльверман тоже учился в России да? да 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 я учился во Львовке ну сколько лет? да три года три года там уже? я познакомился с Стефаном в Бразилии когда он переводил лекцию Силуянова ты знал Силуянова? нет нет я просто смотрел там профессор из России давай посмотрим и было очень интересно я с тех пор помню у тебя тоже хороший очень русский как и у Стефана ты там в России учил? до этого не знал? да в России я в Бразилии учился но мама когда я приехал ну что я два года в Бразилии научился там в России наверное две недели не знаю очень быстро намного лучше ну русский язык очень сложный это не английский там падежи окончания ну было очень трудно ну мы мы сделали то же самое там подготовительный факультет там год только язык только язык только язык было очень трудно но молодцы русский очень хороший мне бы так по английски говорить на самом деле мне очень нравится по-русски разговаривать очень интересный язык тоже приходи в гости сложный но интересный русский клуб делать да да обязательно сейчас я мало разговариваю я стараюсь там смотреть фильмы когда когда найдут когда есть там фильмы на русском но с русским я могу тебе русские люди не платят ни за музыку ни за фильмы я тебе покажу сайт любой фильм можно смотреть на русском и американский и субтитры и на русском переведено все мне нравится когда это субтитры потому что жена может смотреть вместе а жена говорит только на английском она на английском на испанском она жила в бразилии поэтому тоже по-портгазски круто когда знаешь много языков наши аспирант он аспирант заочный не я помогаю вместе с попов попов это его руководитель раньше было не на жена в Абугаку правда? не не попов всегда мы у нас работаем из России из России конечно не на жена в Абугаку если вы не знаете самый лучший в мире по плаванию было несколько лет подряд она много книг тренер она доктор наук очень известная не начинала на Бугакова а ты специализируешься именно на плавании да? на плавании потому что Стефан то у нас специалист широкой области но наверное есть плюсы когда специализируешься только на одном очень хорошо на плавании да я в плавании конечно интересуюсь плаванием поэтому расскажи немножко об этой школе здесь сколько есть русские вообще есть русские серьезно? есть в плавании есть но маленькие в школе есть есть несколько потому что я так понимаю это не дешевая школа частная школа да это частная школа не дешевая здесь люди со всей Флориды или как приводят детей со всего мира со всего мира у нас здесь студенты из 91 страны здесь студенты учатся? да 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 ничего себе ну где-то я думаю так я извиняюсь почему студенты это все-таки школа или это колледж? школа это школа хорошая школа ну это high school скажем так это не университет это школа а не учишься до 12 Flow 5 лет навчил 15 лет 3 из 4 года начинается до 17 лет но это как школа а ну целая школа да 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 все у нас так очень международная скажем школа Есть люди из Южной Америки, есть из Европы, из Азии, из Австралии есть, очень много. Но, наверное, Бразилия, Мексико есть много, есть футболисты в России, футболисты тоже, теннисисты. Европейский футбол сейчас в Америке на подъеме сильно, да? Раньше, потому что он не очень был. Да, 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 сейчас популярный, можно сказать. Хотя бы здесь, в Орландо, это очень популярный спорт. А школа, мы думаем, что спорт это очень важный, важный часть образования. Поэтому школа очень поддерживает спорт. Как-то половина школы это спортсмены. Плавание, у нас баскетбол, футбол, теннис, трек-н-фюд, лёхо-атлетика. А такие виды, как тяжёлая атлетика? Есть пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг даже есть. Тяжёлая атлетика нет, но пауэрлифтинг есть. Тяжёлая атлетика это всё-таки олимпийский вид спорта, а пауэрлифтинг нет. Странный выбор. Получается, что у нас профессор, один, как сказать, профессор? Да. Профессор, он очень любит пауэрлифтинг, и он создал команду. Выступают, показывают хорошие результаты. Да, есть хорошие. Китайцы любят, не знаю почему, но очень много китайцев работают на пауэрлифтинг. А не знаешь, чью систему они используют? Шейкор? Это профессор, он немецкий. Может быть, когда-нибудь познакомиться с ним. Интересно было бы сделать. Как он тренируется, с делом виден. И тоже надо сказать, что они сделали связь между Орландо-соккер-сити. И там люди тренируются здесь футбольно. Чтобы понимали, соккер так в Америке называют европейский футбол. Футбол. Да, да, да. Это очень большая команда. Какая была, естественно, бразильцы. Да, да. И помог, когда он создал. Он играл здесь же. Он играл и помог, чтобы создали, поднять команду. Теперь уже больше нет, но команды очень много. Но очень много. Я смотрю по городу, по Орландо вообще. Вот академии разных обучают соккеру. Да, да. А какой все-таки в Америке самый популярный вид спорта? Да. Я не знаю самый популярный, но я могу говорить о моем спорте, о плавании. По сравнению с Бразилией и даже с Россией здесь намного больше. Более популярный. Да, это очень популярный спорт. Я работал там, когда работал на юге Флориды. А сейчас здесь я вижу, что очень много бассейнов. И они все полные детей. Забитые все. Да, это очень популярный спорт. Ну, по сравнению с Бразилией, с Россией хотя бы. Где я жив, могу сказать. У нас здесь в школе только могут плавать студенты школы. А у нас 70 командир. 70 человек. Я считаю там много, когда по сравнению с другими. 70 человек у вас обучаются плаванию, да? Но есть у нас маленькие начинающие. Есть маленькие, но они уже на соревнованиях выступают. Есть такие там 14-15 лет.